Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас я только что показывала вам чудо земли, рассказывала, что оно должно быть малиновым, оно должно быть плоско-округлым, и что цвет томата, когда написано розовый, ну непонятно, то ли он розовый, то ли он красный, я узнаю, подставив к нему русского богатыря, и сразу видно. Раз уж он не русский богатырь, под руку попался, я сейчас расскажу тогда вам и о нем. Вот они, они, вот в том лотке, вот в этом, русские богатыри. Извиняюсь, что томаты не мытые, мне сейчас их мыть некогда перед съемкой, потому что я в теплице русских богатырей уже последних сорвала. Это видно вот по их форме, потому что первые они обычно такие отборные. Но я хочу сказать то, что вы должны знать, если вы хотите русского богатыря у себя вырастить на участке. У меня он номер 69, я его выращиваю каждый год и выращиваю в теплице для раннего потребления, потому что он один из тех томатов крупноплодных, который может, несмотря на свой крупный плод, в ранние сроки созреть. Но у него есть один недостаток, который мне так не нравится, я бьюсь с ним каждый год. Мне не нравится то, что для того, чтобы плоды были более-менее крупными, нужно нормировать количество завязей. Что это значит? Это значит, что цветочная кисть у него очень-очень многодетная. Он расцветает так же, как юбилейный Тарасенко. Вот может, я тут раз считала, до 30, до 40 цветков на одной кисти, но это же крупноплодный томат, у которого в описании написано, что он должен быть 500 граммов. Ясно, что если мы не уберем, ну как вы представляете, 40 томатов по 500 граммов в одной кисти, конечно, этого не будет. И поэтому, когда я забываю убрать его или жалею, вот тут жалеть нельзя, я и в прошлом, позапрошлом году говорила, не жалейте, отстригайте или выщипывайте нещадно цветы у русского богатыря. Если его упустишь, он потом мельчает. У него получается много. Так вот, чтобы был 500 граммовый плод, нужно оставлять 3 или 4 всего цветка. 4 цветка, это и то, 4 плода, это и то много, если по 300, по 400, по 500, например, около 2 килограмм кисти, они выламываются. Но когда остается больше, у него остается и 8, и 7, и 9, и они получаются вот такого размера, ну вот, небольшого. Вместо 500 граммовок получается 200, 150, да, их много, но они получаются, ну короче, я вам скажу так, вот у меня лежит штраух, у него такие же многодетные кисти, но он-то плод, он изначально предназначен быть 100 граммовым, 110 до 200 грамм, поэтому они, когда все завязываются и все наливаются, для них это хорошо. А для русского богатыря, у которого плод должен быть крупным, ну это беда. Иногда, я вот в этом году на улице его высадила, и не общипала, конечно, некогда было, но сейчас подошла, собираю томаты, вот такие, сейчас покажу, вот такие томаты, но он весь увешан, но вот такие, он, короче, перерождается из крупноплодного, делается в томат среднего размера, поэтому, если вы будете выращивать, а так, сорт прекрасный, это вот классический, но я сразу вам замечу, что так же, как многие другие томаты, под наименованием русский богатырь, я знаю, что несколько сортов есть детерминатный русский богатырь, вот у меня индетерминатный русский богатырь, который в теплице вырастает высокий, 2 метра, у которого плод до 500 граммов, который очень урожайный, он будет у вас весь увешан плодами, но если вы хотите, еще раз повторю, чтобы у вас плод был крупный и отборный, вы во время цветения, когда вот завяжутся эти маленькие пипочки, удаляйте нещадно, а вообще сорт прекрасен, посмотрите, какой красивый русский богатырь, у него, так, подождите, сейчас положу, чтобы полюбоваться им, конечно, это биф томат, вот сплошное вот это мясо, видите, тут вот эти вот малиновые прям разводы, несмотря на то, что он все-таки красноплодный, по сравнению вот с чудом земли, ну, внутри, кстати, он почему-то у меня в этом году получился тоже малиновый, я начала сравнивать, я заметила, что сам-то плод красный, а смотрите, какая малиновая мякоть, вкус, конечно, но в этом году нам опять повезло, у нас лето жаркое, я какой томат не попробую, я все вам говорю, ой, сладкий, ой, сладкий, вы, может, подумаете, что я просто их нахваливаю, нет, вот у нас аномальная жара стоит, у них нет лишней влаги, мне еще поливать их некогда, вот все сладкие вообще, я вчера ела этот Кенигсберг золотой, я чуть язык не проглотила, вот он тает во рту, медовый вкус, вот эти оранжевые до того вызрели, они янтарные, стали такие прозрачные, сладкие, ну вот, мы сейчас о русском богатыре, я вам дала посмотреть, смотрите, какая хорошая мякоть, какой он весь, без всяких наполнений внутри, у него тоже, как у Чудо Земли, если он хорошо вызревает, нет никаких темных пятен, вот у плодоножки, он внутри нет ничего лишнего, кушайте, ешь не хочу, все, это русский богатырь номер 69, я всем советую, он неприхотливый, несмотря на то, что он индетерминатный, он мало облиствленный, он не густой, он занимает мало места, с него солнце проходит хорошо, у него листиков не очень много, они не такие массивные, как вот, например, у Демидова, у Настеньки я рассказываю, но плоды такие хорошие, тяжеленькие, вот это крупноплодный, самый такой, ну настоящий томат для салатов, все, ой, тоже хочу съесть его,